На научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы профилактики наркомании» в Московской области, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией, собрались представители различных сфер, деятельность которых так или иначе связана с противостоянием этому злу. Каждый из выступающих уверен, решать проблемы наркомании можно только всем вместе. Тему продолжит Татьяна Бролова. Ленинский район не в первый раз организовывает на своей территории подобные конференции. В нашем районе структуры, ведущие борьбу с наркоманией, всегда в режиме повышенной боевой готовности. Расположение района таково, что через него проходит основной наркотрафик из южных областей России и Афганистана. Затрудники ПСК, совместно с правоохранительными органами МВД Молдовой, Белоруссии, России, лепенируют устойчивые каналы поступления Кашиша в Россию. Наркотрафик проходит по маршруту Португалия, Испания, Франция, Германия, Польша, Белоруссия, Россия. Это западная часть нашей страны. Но у нас, вы знаете, что в большей степени, конечно, подвержены наши южные границы, восточные границы. Это Средняя Азия, Центральная Азия, которая имеет границу с нашей Россией. К сожалению, борьба с наркоманией процесс изнурительный. Цифры статистики не радуют. Число употребляющих наркотические вещества растет. Поэтому даже небольшой положительный результат в противостоянии наркозависимости, возвращение людей к нормальному образу жизни, радует и дает силы к новым действиям. С теми, кто попал в сети наркомании, но понял, что таким образом теряет смысл жизни, работают медики. Наряду с уже применяемыми методиками врачи ищут новые подходы к лечению наркомании. Хотя, по их мнению, полностью излечить наркозависимость, если это не начальная стадия, практически невозможно. Говорить о выздоровлении, это, я рассказал, наверное, пока рано. А вот достичь длительной ремиссии наших пациентов – это большой шаг. В настоящий момент от количества наших больных, стоящих на учете, средний процент находящихся в ремиссии составляет порядка 60% от всех наблюдаемых на наркологическом учете. Именно поэтому такое большое значение уделяется профилактике. Главный врач Московского областного центра медицинской профилактики Екатерина Иванова убеждена, в борьбе с этим злом на первом месте информирование и просвещение, а также создание тренда на здоровый образ жизни. Работа по профилактике наркомании должна начинаться в раннем детстве. Мы должны работать по предложению альтернатив, как можно провести время и как себя реализовать в этой жизни без тех самых вещей, тех самых курения, алкоголизма и наркомании, тех самых бед, которые, к сожалению, присущи. Клирик Никольского храма села Ермолина Петр Зорин в своем выступлении заявил, борьба с наркоманией идет, но пока она проигрышная. Без желания человека, попавшего в наркотический ад, возвращение его к нормальной жизни невозможно. Поэтому таких людей нельзя оставлять без внимания. Мы даем людям понимание того, зачем им жить, в чем центр их жизни, в чем смысл их жизни. Все вместе, всем миром, только так можно бороться с наркоманией. Твердо уверен каждый, кто присутствовал на конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией. Татьяна Брылова и Адамия Елена Кошелева, Видное ТВ.